А вы знали, что ещё в начале прошлого века были популярны электрокары? А то, что их производство и эксплуатация несколько не экологичнее бензиновых аналогов? Сегодня я расскажу вам шокирующие факты про электромобили. А в конце узнаете все недостатки владения подобными авто. Приятного просмотра. Почему стали популярны электромобили? Свой рассказ я бы хотел начать с небольшого экскурса в историю. Дело в том, что электромобили уже довольно давно были популярны. И более того, это были времена, когда самой популярной машиной был Ford Model T с двигателем внутреннего сгорания. А это, на секундочку, начало 20 века. Почему они тогда были популярны? Всё дело в удобстве их использования. Как вы можете знать, первые машины заводились при помощи кривого стартера, обычной палки, которой прокручивали двигатель, чтобы он запустился. Это было тяжело, неудобно, да ещё и опасно для здоровья. Так что все богатые люди, и в особенности их возлюбленные, предпочитали пользоваться электромобилями. Но их популярность резко кончилась, когда, наконец-то, был изобретён привычный нам электростартер. Кстати, ещё важный факт. В те времена заряжать автомобили было почти что негде. А вот с двигателем внутреннего сгорания всё было гораздо проще и, в общем-то, дешевле. Сегодня цены на топливо существенно выросли. Теперь содержать автомобиль весьма проблематично, из-за того, что большая часть бюджета уходит на топливо. А ещё в наше время крайне популярны экоактивисты. Эти ребята повсюду кричат про защиту природы, вредные выбросы и так далее. И те автопроизводители, которые не уделяют им внимания, могут оказаться в ситуации, когда их продукцию просто перестанут покупать. Поверх этих фактов накладывается всеобщий страх глобального потепления, экологии и кучи других моментов, которые, по идее, должны решаться, если люди перестанут пользоваться машинами с двигателями внутреннего сгорания. Правда, в этом мнении есть много противоречий. И об этом я расскажу сегодня, правда, немного позже. Диванные экологи приводят в пример то, что двигатель внутреннего сгорания выбрасывает в атмосферу много углекислого газа, а ещё других не очень полезных веществ. А вот электромобиль этого не делает, ведь в нём вообще ничего не сгорает. Вот это чудо, не так ли? Правда, тут есть одно большое «но». Дело в том, что для производства одного киловатта электроэнергии требуется около 200 грамм угля. Всё-таки большинство электростанций в нашем мире и всё ещё угольные. А ведь ещё есть атомные, которые тоже не нравятся экологам из-за событий в Чернобыле. Гидроэлектростанции вообще нарушают русла рек и тем самым меняют всю их экологию и уничтожают миллионы водных обитателей. А солнечные панели и ветрогенераторы слишком маломощны, чтобы обеспечить человечество электроэнергией. В общем, в любом из способов добычи электричества есть огромная куча экологических вопросов, которые также нужно решать. А теперь посчитайте, что Тесла тратит примерно 20 киловатт в час на 100 километров пути. То есть минимум 3 килограмма угля сжигается для того, чтобы передовой электрокар проехал такой короткий маршрут. В то время как малолитражки сжигают 4-5 литров бензина. При сжигании 1 килограмма угля выделяется примерно 3 килограмма углекислого газа. А в случае с литром бензина всего 2,35 килограмма. А дальше открываем калькулятор и удивляемся. Дело в том, что малолитражка будет выделять около 12 килограммов углекислого газа, в то время как Тесла всего 9. Звучит вполне оправданно, правда цифры далеко не такие радужные, как заверяют производители. А теперь представьте, что для производства аккумуляторов для машин требуется очень сложное и химически опасное производство. Дело в том, что в каждом энергоносителе есть кислота, которая наносит непоправимый ущерб природе, если она будет высвобождена. А на производстве, как вы можете понять, есть свои отходы. Помимо этого, для батарей требуются редкоземельные металлы, что тоже становится проблемой. Но приверженцы электрокаров и тут приведут пример, что вот, 95% их аккумулятор можно спокойно использовать повторно. Ребят, я вас очень сильно огорчу. Все 100% двигателя внутреннего сгорания можно использовать повторно. Это же просто металл, который с легкостью переплавляется. О какой экологии вы вообще говорите? Ладно, извините, что-то я разошелся. Пожалуй, я приведу еще пример, который также покажет всю сущность электромобилей. Дело в том, что при увеличении количества электрокаров будет увеличиваться и производство электроэнергии. Их же нужно питать чем-то, не так ли? А значит, выбросы от каждой электростанции увеличатся. А еще, если вы не знали, электростанции не производят всегда одно и то же количество энергии. Они работают по часам, увеличивая мощность в час пик потребления и уменьшают, например, когда все люди спят. А когда электрокары в основном заряжаются? Правильно, ночью. Ведь их нельзя заправить за пару минут, как это было бы с бензином. А значит, в момент, когда машины не пользуются, она будет заряжаться. Следовательно, в моменты, когда потребление электроэнергии было низкое, с электрокарами все будет наоборот. Еще больше выбросов, которые, к тому же, не рассредоточены по городу, а собраны в одном месте. Что еще хуже? Еще один важный вопрос, а что делать с кислотой, которая используется в аккумуляторах после истечения срока их службы? Повторно ее использовать не получится. Нужно будет проводить ряд химических реакций с выбросами вредных веществ, которые также вредят экологии. А что будет, если электрокар попадет в аварию? Кислота просто выльется в окружающую среду или как? Ну да, или будет очень мощный пожар, как это часто происходит. В общем, минусов довольно много. Так что мне странно, почему они становятся столь популярны. В связи с этими проблемами знаменитая японская Toyota отказалась от производства электромобилей. Одной из главных проблем, которую обнаружили в компании, стала покупка батарей для таких машин. Их производится очень мало. Стоят они очень много. А значит и машины в конечном итоге будут сильно-сильно дорожать. Это, кстати, очень хорошо заметно, ведь любой электрокар значительно дороже аналога с ДВС. И что бы там ни говорил Илон Маск, дешеветь они точно не собираются. А еще, как я уже и говорил, есть огромная проблема с утилизацией. И все эти вопросы стали роковыми для Toyota. Вообще, компания все-таки производит электромобили. Правда, их совсем мало, да и продаются они в Китае, где эти машины пользуются огромной популярностью. В основном японцы делают гибриды. И это, как по мне, самый лучший вариант развития событий. Ведь, посудите сами, производители таких машин сочетают воедино все преимущества двух технологий. Тишина и комфорт при езде от электродвигателей и независимость от зарядок благодаря ДВС – настоящее чудо. А еще в таких машинах аккумуляторные батареи значительно меньше по размерам и мощностям. А значит и при их производстве производится меньше выбросов, да и утилизация будет проще. Для потребителей тоже есть много преимуществ. Можно почти не тратиться на бензин и заряжаться от розетки. А если заряд все-таки кончится, то машина не превратится в кирпич на колесах. Благодаря всем этим преимуществам, такие машины обрели огромную популярность в Америке. Да и, в общем-то, не только в ней. Я был крайне удивлен, когда увидел, что более половины всего автомобильного потока в Грузии – это Toyota Prius. Да-да, это те самые гибриды. Так что, судя по всему, ребята из Японии понимают, зачем и почему они идут против современной моды. Но, пожалуй, давайте вернемся все-таки в прошлое и подробнее раскроем эту тему. Почему все-таки электромобили проиграли ДВС? А тут все дело, как обычно, в цене. Дело в том, что машины на электродвигателях, хоть и были крайне комфортные, стоили просто конских денег. И позволить их себе могли лишь обеспеченные люди. А еще был огромный вопрос в том, как их заряжать. Но и эту проблему богатеи могли с легкостью решить. Ведь в прошлом существовала компания, которая предоставляла услуги по зарядке машин. Они забирали их в назначенное время и месте у владельца, отвозили их на специальную стоянку, где их обслуживали, мыли и заряжали. А наутро возвращали в идеальном виде владельцу. Согласитесь, звучит это, конечно, очень круто. Но даже это не спасло электрокары. Как я уже озвучивал, этот тип машин пропал после того, как изобрели электростартер. И вот почему это так зарешало. Электрокары в те времена, собственно, как и сейчас, имели очень ограниченный запас хода. Так что путешествовать между городами на них было просто невозможно. А вот машины с ДВС могли легко заправляться где-то по пути. И единственное преимущество электрокаров было именно в простоте использования. И в том, что нет риска пострадать от кривого стартера. Ах да, и еще был вопрос с топливом. Заряжать такие машины было нисколько не дешевле, чем заправить Ford Model T обычным самогоном, который производил местный фермер. Да-да, машины в начале прошлого века гоняли именно на нем. Так что никто не собирался покупать машину менее удобную, да и еще более дорогую. Но почему же цена была выше? Тут все та же проблема. Батареи. Это сейчас промышленность развилась очень сильно. Что в целом спрос на энергоносители удовлетворен. Но тогда это была такая проблема, что трудно вообще представить, как же ее решать. Вот все компании и посворачивали свое производство электрокаров. Смыслах в них было в те времена, в общем-то, ноль. А вот как вам такой заголовок одной из научных статей? Электромобили плохо влияют на здоровье человека. Звучит очень глупо, не так ли? Ученый, который ее написал, сообщал о том, что при работе электродвигателей возникает электромагнитное поле, которое не очень-то хорошо воздействует на человека. Да что уж там говорить, если ученые утверждают о вреде телефонов из-за этих полей. А тут в тысячи, если не в миллион раз более мощное излучение. В общем, как оказалось, электромагнитное поле может влиять на протекающие химические реакции в человеческом организме. Из-за этого затрудняется питание клеток кислородом, нарушается обмен веществ. В общем, из-за длительной езды на электромобиле может возникать чувство недомогания, сонливость и даже потеря сил. А это, как вы можете понять, очень плохо влияет на вождение, ведь сонливый водитель может стать причиной страшной аварии. Вообще, эта статья, как мне кажется, звучит очень нелепо и нереалистично. Но раньше люди не верили и во вред радиации, пока не доказали обратное. Так что я не исключаю тот факт, что всё это может быть реально. Я не могу не остановиться на вопросе пожароопасности таких средств, ведь подобные случаи точно будут происходить. Но почему-то никто не говорит, насколько это опасно. Представьте, врезаются две машины, серьёзная авария, повсюду растёкся бензин. Что нужно, чтобы он загорелся? Правильно, искра или пламя. Но достаточно залить всё это место водой, и тогда ничего не загорится. А вот в случае с аккумулятором всё иначе. Даже если вы возьмёте обычную батарейку и ударите по ней топором, произойдёт такое мощное возгорание, что просто ужас. Температура пламени в такие моменты просто колоссальная. Металл с лёгкостью плавится. Что уж говорить о том, что будет с человеком. А ещё возгорание аккумулятора очень интенсивное. Конечно, со взрывом бензина это не сравнится, но всё же. Да и потушить его будет очень трудно, ведь вода тут никак не поможет. И что же делать в таких ситуациях? С машинами таких случаев происходило не очень много. Но чего стоят резонансные происшествия с электросамокатами? Были случаи, когда из-за них сгорали целые квартиры, просто стоя на зарядке. А ещё они часто самовоспламеняются просто на ровном месте. И не стоит думать, что такой же проблемы будут лишены все электромобили. А ведь подобное будет регулярно происходить из-за аварий. В общем, страшное дело. Ну и последний вопрос, который до сих пор остаётся открытым для всех владельцев электрокаров. А где их, собственно, заряжать? Дело в том, что машины стоят подключённые к розетке часами и занимают парковочное место. Плюс к этому не везде есть зарядки. Что уж говорить о том, чтобы поехать на такой машине в другой город. Хотя, в общем-то, в Европе с этим немного попроще. А ещё в холодных условиях батарея теряет около 50% своей ёмкости. А значит, зарядив, как обычно, кучу киловатт, потратив деньги и, как следствие, получив выбросы газов из электростанций, вы получите только половину желаемого. Что уж говорить о том, что зимой такие машины часто выходят из строя из-за того, что микросхемы питания, да и всего остального, просто ломаются на морозе. Правда, если вы живёте в Африке, для вас это не будет особой проблемой. Ведь надо будет думать, как защитить машину от невыносимой жары, из-за которой она опять же может загореться. В общем, с условиями эксплуатации есть свои проблемы. Вообще, я очень надеюсь, что все эти заявления автопроизводителей по поводу электрокаров окажутся небылицей. Ведь многие говорят, что вот, к 2025 году мы не будем производить ДВС, будут только экологически чистые тачки. Однако, наш мир абсолютно не готов к эксплуатации таких технологий. Да, может быть, электричество и дешевле, но не везде. В некоторых странах Европы коммунальные платежи конские, и содержать машину с ДВС даже выгоднее. А сколько потребуется парковочных мест с зарядками, если уже сейчас в городах невозможно протолкнуться из-за машин, а тут им всем ещё и обустраивать станции нужно? В общем, вопросов куча. А кто и как будет их решать, пока что неизвестно. Остаётся надеяться, что вся эта мода пройдёт, и мы с вами вернёмся к паровым машинам. Ой, что это я проспойлерил вам тему нового ролика. Ну, да ладно. Сегодня мы подробно разобрали тему электромобилей. Пишите в комментариях, что думаете о тех профессиональных маркетологах, которые рекламируют электрокары. И, кстати, насчёт профи. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылочка будет в описании. Спасибо вам за просмотр и пока-пока.